Развязка на улице Краснодарской, на которую возлагали большие надежды власти и горожане, не то чтобы не оправдала свое предназначение, а даже наоборот усугубила пробки в Северном. Об этом сегодня заявили сотрудники ГИБДД. Мало того, они предупредили, что если ситуация не изменится, то они просто закроют построенный объект. Сегодня на место дорожного раздора они позвали и главу города. В путанице поворотов, дорог, шлюзов и светофоров постаралась разобраться и наша Полина Кольт. То, что долгожданная развязка на улице Краснодарской выльется в такие пробки, местные жители и не ожидали. Все эти светофоры, шлюзы, многополосные дороги запутали движение и превратили этот участок в сплошную пробку. Сейчас днем тут сложно проехать, а в утренние и вечерние часы пик движение просто парализует. На Краснодарской, Воронова, Комсомольском и объездной дороге с Алексеева. То, что на этом месте необходимо, автомобильная развязка поняли еще 7 лет назад. Тогда-то и создали проект. Правда, вот за 7 лет движение в этом районе сильно изменилось. Но эти изменения не стали учитывать в проекте, а просто взяли и построили. В итоге развязка получилась автомобильной завязкой. Новый отрезок дороги, который соединяет Воронова и Краснодарскую, пока не отмечен на картах и навигаторах. Оказалось бы, что три полосы в обе стороны позволят увеличить пропускную способность. Но тут-то все и замерло. Пока одни ждут зеленого сигнала светофора, потом пропускают, другие и вовсе не могут двинуться. За последние дни ситуация накалилась настолько, что представители ГАИ края и вовсе задумались о том, чтобы закрыть развязку. Ведь строители возвели ее, можно сказать, по просроченному проекту и никаких новых расчетов не сделали. С нами согласования как и таковые в процессе проектирования не требуются по законодательству. Но я думаю, что в рабочем порядке, в каких-то рабочих совещаниях, здесь привлечение структуры нашей госавтоинспекции необходимо, чтобы мы тоже как специалисты выдали какие-то предложения. То, что хотели, как лучше, а получился вновь бардак, заметила глава города. Сегодня он сам приехал на место. Оценив ситуацию, пришел к выводу, что проект и правда надо дорабатывать. Но закрывать новую развязку – это не выход. Необходимо построить еще один шлюз и заново перепрограммировать светофоры. Это не быстрый вопрос. В этом за месяц нельзя дальше. То есть, если мы такую задачу ставим, то в течение будущего года мы можем это сделать. Давайте сейчас тогда отрегулируем светофорное движение, чтобы не получалось так, что люди там промчались и здесь встали в пробку. Чтобы движение было равномерное и, соответственно, тогда и накопление происходило равномерное. Уже сегодня вечером тут появятся специалисты из СФУ, которые будут измерять поток движения в часы пик. Новую схему разработают в ближайшую неделю, а через месяц она должна заработать на практике и пробка должна рассосаться. А вот автомобилистам придется быть внимательными и вновь учиться быстро ориентироваться на столь изменчивых схемах движения города. Полина Кольт, Владислав Фаткудинов, СТС Прима, Новости. Честно говоря, сомневаюсь, что специалисты из СФУ чем-то помогут в этой истории. Компьютерная модель, которую они используют для регулирования движения, тоже не новая. Это доказывает, например, введенные не так давно схемы на Копыловой и на Карла Маркса рядом с администрацией. Пробки в этих местах не меньше, а больше в разы и уже не только в часы пик. Очевидно одно, в связке, как полагается, красноярские дорожные службы работать не умеют. Одни сначала делают, затем другие переделывают. В общем, трудятся, не покладая рук.